Как признается заведующая дошкольным учреждением Марина Дыцук, такого интереса со стороны журналистов они не ожидали. Четыре года подряд новогодними мотивами, вырезанными из бумаги, педагоги украшали окна своего дошкольного учреждения. Не стал исключением и нынешний. Вот только вместо снеговиков, елочек и снежинок фасад решили украсить знаковыми местами родного города, который в этом году отметит свой тысячелетний юбилей. Наши маленькие дети хотят что-то сделать, такое приятное, тоже для своего города. И тут надо было исходить в плане того, что бы подарить нашему городу. И выбирая все тематики, которые мы могли бы изобразить, чтобы это было интересно детям, мы решили, что все-таки свое родное экскурсия возле детского сада по объектам нашего города, это для нас будет что-то новое, интересное и детям точно так же очень замечательно. На создание исторических вытянанок ушло несколько месяцев. Выбор объектов для воплощения в бумаге и творческое оформление увлекло и объединило всех. В работе приняли участие не только педагоги, но и родители, которые вместе с детьми занимались вырезанием несложных фигур. Дети рассуждали, что бы подарить городу. Я говорю, может быть, подарить ему конфеты. Они говорят, нет, мы этим только город наш замусорим, потому что будут валяться бумажки, будут валяться конфеты. Городу это будет не так необходимо. А вот этот подарок и ребята, и родители, и педагоги посчитали просто самым лучшим. Новый год всегда творит чудеса. Поэтому это единство тоже было то волшебство, то чудо, которое тоже у нас происходило здесь. Родители дома, вырезая снежинки, все равно работали вместе со своими детьми. Дети приходили здесь, рассказывали, как им хорошо дома, что они делают с мамами, с папами. Воспитатели дошкольного учреждения на рабочих местах приобщали к этому детей. И самое главное, чтобы это вышло не просто так, а это вышло с душой, это вышло красиво, эстетично, то, чему мы учим детей. Для детей совместный процесс вырезания и общения с родителями вообще получился увлекательным и по-настоящему семейным. Вырезали аккуратно, красиво, очень осторожно. И мама моя вырезала тоже. Там много интересного. Можно вырезать сколько угодно. Сегодня каждое окошко – объект для мини-экскурсии. Теперь на прогулках дети чаще задерживаются на улице, чтобы услышать от педагогов новую историю о родном городе. А уходя домой, ребята с гордостью рассказывают о том, что изображено на окнах детского сада и в каком замечательном городе они живут. Лучшие приветствия, все тут детства. Ура! Ирина Альшова, Андрей Щербат, Нолговкин, телекомпания БОК-ТВ.